Здравствуйте дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на канале Гео Мир. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Ну а сегодня мы отправимся с вами в Аргентину и как обычно поговорим о необычных вещах. Вот здесь вот сделал я одну меточку. Это плавающий остров так называемый. Был он открыт совсем недавно, буквально в 2017 году. В общем он явился исследователем вот в виде такой аномалии, круглой, непонятной. Ну и что из себя эта аномалия представляет, давайте более подробно рассмотрим. Я конечно же уже заранее погуглил, полазил, посмотрел, почитал различную информацию по поводу этого загадочного места. На самом деле место очень и очень загадочно. Местные жители сюда не ходят, да и кто собирается посетить это место, то же самое отговаривают всячески, предупреждают о всевозможных аномалиях и проявлениях непонятных вещей. И тоже стараются, чтобы чужаки туда конечно же не ходили. Но однако же исследования продолжаются данного острова. И я думаю, что в ближайшее время мы увидим, услышим какие-то новые открытия. Что он из себя представляет, подтверждение того, почему он образовался. И самое главное, что происходит на дне вот этого вот озера, где расположен вот этот остров. Да, озеро само круглое, остров точно так же круглый. Остров вставляет в диаметре 119 метров. Чем еще загадочно данное место? Так вот, вода здесь абсолютно темная, но на самом деле она прозрачная. Вот можете представить. То есть не просматривается ни дно, ни какие-то там даже участки мелкие воды. То есть это бездонное такое вот образование круглое. И поэтому смотрится таким вот черным кругом. Кроме всего прочего, сам остров, сам остров, он вращается. Можешь себе представить? Он вращается по кругу. Как это может быть такое вообще? Кроме всего прочего, он еще и смещается относительно берегов данного озера. Ну, здесь вот такие вот есть фото. В принципе, достаточно яркие. Но самого острова, как таково, не совсем видно. Как обычно, конечно же, экспедиции на данный остров были. Вот такое место, смотрите, не особо ничем не примечательное. В принципе, ничего тут особенного нет. Еще раз говорю, вода, вроде бы как, если ее набрать в руки, посмотреть, допустим, там в ладошке, она абсолютно прозрачная, но не просматривается дно ничуть. Как будто бы вот просто черная полная такая вот жидкость, может быть, там похожая на какую-то нефть. Так вот, исследователи были. Не могут определить они ни дно. Не могут определить они и остров, где заканчивается этот, в принципе, где у него здесь под водой уже заканчивается наземная часть. Почему-то не срабатывают эхолоты. Ну, знаете, мне, конечно же, это вызывает уже определенное подозрение, то, что это, ну, немножечко, наверное, вранье. Не может быть такого, чтобы прям современное оборудование не работало. Причем они не пишут о том, что оборудование неправильно работает, отключается там, допустим, или что-то с ним происходит. Нет, все в порядке, все работает, но определить глубину и края вот этого острова просто не получается. Странно, не правда ли? Что касается изображений, конечно же, достаточно мало почему-то фото с этого места. Хотелось более подробно рассмотреть это все. Но, тем не менее. Вы знаете, плавающие острова, конечно же, встречаются в различных частях света, но, как правило, вот это, вот сам остров представляет собой какой-то набор там веток, тростников, которые объединились из-за течения каких-то определенных, там объединились вот в такой плавучий остров. Ну, и там видно, что это, в принципе, только растения одни, не имеют под собой никакой почвы, ничего. А вот здесь, причем идеальный ровный круг, плюс это почва, друзья мои, и почва смещается. Вот как это может быть? Мы с вами сейчас это посмотрим во временных рамках. Так, давайте немножечко приподнимемся, чтобы нам было видно, и включим все-таки вот эти вот временные рамки, как остров смещался. Итак, давайте мне хочется начать вот с 2003 года, получается. Смотрите, где располагается данный остров. Движемся дальше. 2005 год. Дальше. 2006 год. 2010 год. 2011 год. Вот 2011 год. Здесь явно какая-то прям засуха такая. Так, здесь 2011 год. Ноябрь, получается. Видно, что засуха. Вот эта вот вода высохла, хотя опять, почему нам говорят, что дно-то не могут увидеть. Посмотрите. Либо здесь все-таки это не высохла вода, а именно какие-то вот эти растения, они разрослись вот так вот сильно. Возможно это, ну, скорее всего, тяжело сказать. 2012 год уже, посмотрите, через год уже все изменилось. Остров опять сдвинулся в другую точку. Причем вот этот вот вырез, вот здесь вот вверху мы можем наблюдать, посмотрите, вырез, он так и сохраняется, этот вырез. Можно тоже пронаблюдать. 2014 год. Посмотрите, вот этот вырез. Опять же, что это такое? Такая вот риска какая-то. 2015 год. Ну, здесь под облаками сложно сказать. Просто обратите внимание на смещение. Да, вот смотрите, здесь вот сентябрь у нас, а здесь 2015 год у нас май. Вот таким образом выглядит в мае. А в сентябре можем с вами продвинуться на сентябрь. Вот так вот уже выглядит. Совершенно по-другому. Дальше 16-й, 17-й год, пожалуйста. Давайте в 16-й год вернемся. В другой стороне вообще, смотрите, 16-й год ноябрь. И 17-й год. 17-й год. Ну, давайте вот январь. Вот так. Вообще в другой стороне. Дальше проходим. 19-й год. Вот вот эта вот риска так и сохраняется на этом острове. Тоже странно, что это такое. 20-й год. Ну и наконец-то 21-й год. В принципе, здесь пока еще ничего изменений мы с вами не видим. Ну и вот думаю, что может быть недавно, так как открыли этот остров, здесь не так много исследователей, поэтому и путешественников. Поэтому маловато может быть изображений. Очень обидно, мне хотелось посмотреть побольше это место. Но изображения одни и те же выскакивают. И фактически их очень и очень мало. Вот такая вот вода. Странно, почему-то одна и та же фотография по несколько раз размещена в различных локациях на карте этого острова. Да, и еще самое интересное, что местные жители утверждают, что про данный остров знают давно. То есть это не появился он там в 17-м году, в 18-м году нашего тысячелетия, нашего столетия. А о нем знали они давно. Но сами туда не приближаются, так как считают, что здесь живет божество определенное. Ну и как в начале ролика я сказал, даже не позволяют каким-то туристам так же туда проникнуть. Ну не то, чтобы не позволяют, но как бы остерегают их, предупреждают о всевозможных аномалиях, которые могут с ними там произойти. Ну вот таким образом выглядит этот остров, друзья мои. К сожалению, еще раз говорю, очень мало изображений, чтобы нам более четко рассмотреть это все. А вот с карт, конечно же, расплывчиво все это смотрится. Вот такое загадочное образование мы с вами сегодня посмотрели в болотах Аргентины. Пишите комментарии, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Впереди у нас будет много чего интересного. Ну а всем спасибо за внимание.